Андрей Кондрашов рассказал о съемках фильма «Крым. Путь на родину» Юрий Снегирев, Олег Прасолов. Об этом фильме заговорили задолго до премьеры. В основном идеологические враги. Министры иностранных дел стран Прибалтики даже обрадовались якобы признанию аннексии полуострова самим Путиным, а Украина направила пиратски скачанную копию фильма в Гаагский трибунал. «Я посмотрел фильм от первого кадра до последнего титра. Многого я не знал, хотя всю русскую весну провел в Крыму. И мне стала понятна реакция Запада. Я встретился с автором фильма «Политическим обозревателем ВГТРК» Андреем Кондрашовым. Андрей сейчас на расхват, но мне удалось с ним побеседовать в перерывах между планерками, прямым эфиром и записью вечерней программы. Он был со мной максимально открытым, как и с ним президент Путин. Читайте также, софет и Госдума подвели итоги года после возвращения Крыма. Фильм еще не вышел, а награды уже получены от Газдепа США. Плюс Европа возбудилась. Вы не боитесь, что последуют санкции лично против вас? Я буду только счастлив, потому что попаду в команду тех, кто заслуженно считается патриотами России в полном смысле этого слова. Как удалось вывести президента на такую откровенность? Мы узнаем такие подробности, и с ядерными силами, что они могли быть приведены в боевую готовность, и с тем, что там работал спецназ ГРУМ. Я сам был удивлен степени откровенности, в которой происходили оба разговора, которые мы записывали с Владимиром Путиным, особенно тем, которые мы записывали буквально по горячим следам после крымских событий. Разговор был откровенным настолько, что даже не все откровения вошли в фильм, потому что наше первое интервью длилось порядка двух часов. Очень многие его эмоциональные оценки не вошли в этот фильм. Вы знаете, что вертолеты за Янаковичем на самом деле летали два раза, а не один, потому что в первый раз не вся свита уместилась. Еще одна подробность. Вся операция происходила со стороны летчиков в режиме полнейшей радиотишины. Плюс ко всему, полет осуществлялся на сверхнизкой высоте, чтобы быть незамеченными украинскими ПВО. По исполнению это была самая виртуозная и изящная операция. Я с интересом узнал, что Янукович успел утвердить в новой должности главу Крыма Сергея Оксенова, и главу Севастополя Алексея Чалова. В этот момент Янукович по всем юридическим канонам оставался легитимным действующим президентом. Более того, до референдума Ди Юри он находился на территории Украины. Стало быть, его подписи имели совершенно законный характер. И то, что говорит Путин о том, что там комар носа не подточит с точки зрения законов, это ведь правда. Кто кому братушка смотрите так же. Сергей Шойгу, возвращение Крыма России, историческая справедливость. Я был на Майдане, оттуда полетел в Крым. И все происходило на моих глазах. И тренировки правого сектора, и горящий беркут, и коктейли Грушевского. Потом беркут прилюдно поставили на колени. Я хотел бы спросить, после всего этого, что мы увидели, после этих покрышек, после этих битв, после правого сектора и откровенного фашизма, как вы относитесь к людям, которые во время грандиозного марша шли к месту гибели Немцова и кричали, в Киеве братья, хунта, в Кремле. Как это может быть? Вы знаете, у меня ощущение такое, что эти люди построили вокруг себя какой-то иллюзорный мир и не хотят из него вылезать. Фильм шел практически два с половиной часа. Рекламы не было, были только вставки и анонсы. Это особая договоренность. Это решение канала, не трогать тело фильма, а просто дать возможность передохнуть людям, выйти, налить себе чашку кофе, кому надо, перекурить, только и всего. Может быть, подсчитали, что неправильно зарабатывать рекламой в такой момент, за что Чалой давал взятку в Киеве? Я увидел уникальное интервью в фильме. Похвастаюсь, я взял интервью у прокурора Крыма Натальи Поклонской первым из журналистов. Она была настолько доверчива, настолько мила, что мне было неудобно задавать какие-то личные вопросы, лезть к ней в душу, копаться. Было такое ощущение? Было. Поклонская, невероятно красивый человек как внешне, так и внутренне. Причем она абсолютно беззащитная, мне показалось как женщина и абсолютно человек с двумя стержнями внутри как профессионал и как человек. Это невероятное сочетание и того, и другого меня в ней просто поразило. Правда, нам не удалось поснимать дома. Федеральная служба охраны не разрешила. Ведь до сих пор не прекращаются попытки совершить на нее покушение. Всем показалось, что мы сидели у нее где-то на даче, когда она копилась с клумбой. На самом деле мы сидели под елочкой у той же самой прокуратуры. Только купили в магазине шатер и там поставили, чтобы была хоть какая-то неформальная обстановка. Она, кстати, согласилась найдет жилеточку, снять мундир, надеть свитер и попить с нами чаю. Я добавлю такой штришок. Когда я брал у нее интервью, в этот день у нее был день рождения. Она даже об этом не обмолвилась. Но интервью было прервано. В городе стреляли, были убитые. Мы выехали вместе с ней на место преступления рядом с воинской частью. Правый сектор прямо в день рождения ей подкинул такой вот подарок. Ранее по теме. Владимир Путин рассказал о возвращении Крыма. Это топографическая часть, где погиб наш русский казак из Волгограда Руслан Казаков. Этот эпизод не вошел в фильм, но мы его показали в сюжете в Вестях недели. А теперь про Чалова. Человек тоже необыкновенный хотя бы потому, что он привел Севастополь в Россию. Но заслуга Чалова не только в этом. Он на собственные деньги долгие годы оплачивал труд историков, которые создали курс Севастополя видения. Он оплачивал преподавателям факультативное преподавание этого предмета во всех школах Севастополя. Он помогал населению противостоять историческому насаждению новых героев типа Степана Бандеры. Он сохранил севастопольцев русскими, помог им, во всяком случае, сохраниться. Он на свои деньги отреставрировал 35-ю береговую батарею, уберег ее от застройки коттеджами и местных олигархов. Он мне признался, я единственный раз в жизни дал взятку. Вы знаете за что? Я дал эту взятку чиновникам Министерства Народного Образования Украины. Отвез в портфельчик и в Киев, чтобы они мой учебник в Севастополь видения рекомендовали к изучению в школах города. Взятка за то, чтобы легализовать то, что принадлежит Севастополю, саму историю. Иначе никогда бы этот учебник не появился в школах. И было бы насаждение Бандеры такое, как и во всей Украине. Бастион сегодня стрелять не будет интересные факты. Аксенов рассказал, как Поклонская стала прокурором Крыма, как удалось мобилизовать для съемок целую армию. Я увидел впервые ракеты Бастион, я увидел серьезную технику, людей в форме. Я думаю, что с такой армией можно было еще раз воссоединить Крым. Как это удалось? Кто помогал? Эти съемки по масштабам задействованы техникой и массовкам, наверное, соизмеримой с хорошим боевиком. Техники было очень много. У нас только вертолетов было пять штук. Трое суток на них мы летали. Вы ведь выгоняли для съемок на боевую позицию секретную установку Бастион, которая наверняка наделала шуму в мировом балансе сил во время съемок. Точно так же, как Бастион напугал целый американский эсминец, стоило всего лишь включить его радар. Забавный момент. Там собрались местные жители и дети и очень удивили зам командующего генерала Острякова, когда они стали кричать, товарищ генерал, а Бастион стрелять будет сегодня. Он говорит, видите, какое секретное оружие, а вся местная детвора уже прекрасно знает, что это Бастион, а не Бук, или еще что-нибудь такое. Нашему каналу удалось действительно мобилизовать все ресурсы. Навстречу шли все, как представители власти в Москве, чтобы очень быстро проходили согласования. Но я вам скажу, что здесь огромная роль самих людей и самих командиров и чиновников на местах. Например, Александр Викторович Витко, командующий Черноморским флотом, спрашивал, что вам нужно еще. Только скажите. Хотите еще БТР, подгоним? Хотите еще Камазов? Правда, запомните, на самом деле участвовали в операции с морпехами не Камазы, а Уралы. Поэтому мы приедем на Уралах. Если были Уралы, значит, были Уралы. Если забирать Януковича шел вертолет К-27, значит, это должен быть К-27. Если с ним было рядом 3,8, значит, вот так все и должно было быть. Все шли навстречу, все предлагали помощи даже гораздо больше, чем мы просили. Читайте также, Владимир Путин, мы сделали из Крыма крепость из моря, из суши. В результате у вас получилась некая хрестоматия новейшей крымской истории для потомков. Наверное, это понимали не только вы, но и те, кто принимал участие в съемках. Все абсолютно отдавали себе отчет в том, что они действительно принимают участие в исторической реконструкции тех событий. Вот почему мы столкнулись с огромной проблемой того, что крымчане не хотели надевать украинскую форму. Они сказали, я не хочу, чтобы внук, посмотрев этот фильм, когда он вырастет, увидел деда с трезубцем на шевроне. Я могу засвидетельствовать, что сцена с прибытием поезда Дружба и с Кевом была воспроизведена вплоть до последнего счета. Я был на вокзале и все видел. Спасибо, очень приятно. Там ведь был еще интересный момент. Все эти сотни с самодельными счетами пошли по улице Карла Маркса от железнодорожного вокзала в центр к штабу, где сидел Аксенов. Была глубокая ночь, часа три. Идет в колонии Шеремет, теперь он первый зам в Совете Министров Крыма, а ему звонок от Аксенова. Миша, ты где? Слушай, прорвались правосики в Симферополь. Вы срочно их отыщите. Мне сейчас передают, что они идут по Карла Маркса толпой, примерно в тысячу человек. Сергей Валерьевич, да это же мы и есть. Настолько был мобилизован город и люди настолько все были бдительны, что быстренько в штаб сообщали о любых перемещениях любых групп. В городе упала преступность до нуля. Пришлось закрывать аэропорт, какая нужда была в зеленых человечках. Теперь нас упрекают в аннексии. Необходимость была просто очевидной. На Чонгаре, на Перекопе и на Турецком Валу стоял очень и очень мощный кулак с градами. Их остановило только наличие нескольких тысяч подкрепления, которые добавились к личному составу уже с нашей базы на Черноморском флоте. Это абсолютная была необходимость. Как рождался фильм? Где вы искали своих героев с невероятными историями? Парень, который лишился ноги, армянин, который закрыл аэропорт, кузнец, ковавший щиты победы. Мы сначала ездили три месяца по Крыму для того, чтобы с людьми беседовать. И вот эти истории всплывали как раз во время бесед. На камеру такое люди не сразу вспоминают. Мы записывали беседы на диктофон. Потом раскладывали все эти истории. И приступали к работе художники. Мы на формате А3 нарисовали порядка 250 картинок, каждый чтобы туда заехали шесть военных Уралов с настоящими морпехами. Пришлось закрывать аэропорт и железнодорожный вокзал на несколько суток для съемок. Все переживем, и все будет хорошо. Смотрите также. Путин, РФ могла привести в боевую готовность ядерные силы из-за Крыма. На референдум в Крыму люди шли добровольно. Был страшный дождь. В такую погоду, да еще в воскресный день хочется сидеть дома и смотреть телевизор. Все шли, была давка, были очереди. Из людей в форме я видел только одного-двух милиционеров, которые охраняли порядок, не более того. А послушаешь оппонентов, так референдум прошел под дулами автоматов. В Крыму голод, и он вот-вот присоединится обратно к Украине. Как противостоять этой лжи? У меня такое ощущение, что нам постоянно приходится оправдываться. За что? Знаете, если рассматривать конкретные шаги, то я думаю, что пришло время устраивать для зарубежных журналистов пресс-туры. Им легче писать о том, что Крым голодает, вместо того, чтобы приехать туда и посмотреть на полки магазинов, поговорить с людьми. Ведь наш труд, который когда-то заключался в военной журналистике в том числе, на примере Донбасса, почему-то вдруг стал невостребован со стороны Запада. Много там сейчас таких, как и наш прекрасный англичанин Грэм Филлипс. Один финн отважился зайти к ополченцам и то получил от украинцев помордин. А что сейчас в Крыму? Он стал фактически островом. Вы были там последний раз месяц назад, когда заканчивали съемки. Какие строения изменились даже на какую-то существенную долю? Они прежние. С оговоркой, вы думаете, что мы променяем наши неработающие карт визы на то, чтобы все вернулось назад? Да никогда. Это несопоставимые вещи. Когда мне все так и удавалось найти людей, которые голосовали против на референдуме, все-таки 4% этих людей существует, то они критикуют, да, нам не нужны ваши высокие цены, хотя при этом они отдают себе отчет, что творится с ценами в этот момент на Украине, да, нам много чего не нравится. И тогда контрольный вопрос задается, может, вам тогда вернуться на Украину? Упаси Господи, всегда слышим в ответ. А те, которые голосовали за, говорят, превозможим все трудности, все переживем и все будет хорошо, и, главное, нам теперь сделать так.